Всем привет! 38 выпуск, совместный проект MediaVision и NatExpo. И я сегодня с вами из непривычного места, из отеля в городе Торн, где в субботу 13 ноября открылся международный кинофестиваль операторского искусства Camera Image. О нем я вам еще расскажу в этом выпуске. Ну а пока краткая информация о выставках, точнее о выставке IBC, которая запланирована на даты с 3 по 6 декабря. Многие, наверное, уже знают, что в Нидерландах введен частичный локдаун. Это связано с резким повышением числа инфицированных ковидом. Но не так страшен черт, как его молюют. Локдаун частичный. И выставка IBC, хотя и оказалась под угрозой отмены, но тем не менее официальной информации, официального сообщения об этом от организаторов пока не поступало. Более того, представители организаторов продолжают движение в направлении выставки, а представители выставочного центра Rai сообщают, что ни одно из запланированных на их территории мероприятий отменено не будет. Правда, в соответствии с новыми ограничениями, ровно в 18 часов всех из павильонов попросят на выход. Кроме того, скорее всего, не будет привычных вечеринок, организуемых разными компаниями. Все потому же, что все будет закрываться рано и проводить эти вечеринки будет просто негде. В общем, пока так, но ситуация может меняться стремительно, поэтому следите за новостями. А сейчас слово Александру Широких, который расскажет об очередных кадровых перестановках, произошедших за последнюю неделю. Так, друзья, приветствую вас в 38-м выпуске на ТЭКСП ТВ Ньюз. И хочется начать, наверное, рубрику кадровой перестановки, но не с кадровых перестановок, а с выставки, с приглашения вас на выставку, которая все-таки в этом году, слава богу, состоится. Стоится она в режиме офлайн, выставка на ТЭКСП, наша любимая, родная. Уже в следующий вторник, 23 ноября, она откроет свои двери, продлится 3 дня. В этом году мы также на ВДНХ, но не в 75-м павильоне, а в 57-м. Это павильон, который называется «Россия. Моя история». Значит, вход обязательно в маске, нахождение в течение всего дня в маске. Вас ждут топовые вендоры, все, начиная от «Гроссвелли», «Эвертс», кого бы еще вам подсмотреть, да, «Бродвью», «Авиевест», «Калрек», «Скайларк». Есть отечественные топовые бренды типа «Брама», «Профита», «Софтлаба». Ну, в общем, не пропустите топовые мероприятия. Слава богу, наконец-то мы смогли собраться. Я надеюсь, что ничего уже в понедельник нам не подкинет сюрпризов. Ни пандемия, ни правительство Москвы. Значит, будет очень мощная техническая конференция. Техническая конференция «Натэкспо» традиционно собирает заказчиков, которые рассказывают о своих новых проектах. Будут как московские телеканалы, так и региональные выступать. В общем, будет очень интересно. Ждем вас 23 ноября. Регистрация на сайте natexpo.ru или по ссылке в описании под этим видео. Теперь о кадрах. Значит, кадры. Мы хотим рассказать о том, что произошло назначение в компании Lavo. Lavo – это немецкая компания, которая специализируется на производстве и разработке очень крутых аудиомикшеров, а также инфраструктурного оборудования. Значит, и Клаус Йорк Яспер назначен старшим директором по продажам на Ближнем Востоке и странах СНГ. Мы знаем, что продажами Lavo у нас локально занимается Александр Янковский. Вот Александр Янковский будет теперь работать с господином Яспером, с Хером Яспером. Господин Яспер в 2004-2008 году работал инженером в компании Sona Studio Technique. Это крупный немецкий системный интегратор. С 2008-го он работает в Lavo. По 2015-й год был проект-менеджером и отвечал за международные продажи. С 2016-го возглавлял продажи на Ближнем Востоке. И, видимо, его успехи на Ближнем Востоке таковы, что ему решили добавить наш регион, Россию и страны СНГ. И теперь с ноября Клаус Йорк Яспер является старшим сейлс-директором, директором продаж на Ближнем Востоке и странах СНГ. И Ясперу, и Янковскому, и Lavo желаем больших успехов. Тем более, что Lavo у нас тоже будет в этом году на выставке. И надеюсь, что со всеми сможем повидаться и сможете посмотреть новинки этого немецкого вендора. Спасибо, до встречи на НАТО-Экспо. Удачи! Расширение сферы применения NDI заставляет разработчиков и производителей оборудования создавать все новые и новые устройства и системы, совместимые с этим перспективным стандартом. То же самое делает и компания Adjo Video Systems. И недавно вышло новое устройство, новое решение, о котором пойдет речь в следующем сюжете. Adjo Video Systems выпустила систему Bridge NDI 3G. Это настоящий швейцарский нож для тех, кто специализируется на производстве и доставке контента. Система собрана в компактном одноюнитовом корпусе и характеризуется высокой плотностью интерфейсов. Она имеет 16 двунаправленных входов-выходов 3G и SDI на базе разъемов DIN 1.0, 2.3. Есть также два порта 10 Гбит Ethernet для управления и для ввода-вывода потоков NDI, причем с поддержкой до 16 каналов звука в каждом из входящих и исходящих потоков NDI. Управлять Bridge NDI 3G можно как локально, подключив клавиатуру, мыши-монитор, так и дистанционно. В обоих случаях пользовательский интерфейс управления одинаков. На входах и выходах SDI поддерживаются 10-разрядные сигналы 4, 2, 2, до 16 вложенных аудиоканалов на один сигнал SDI. Разрешение сигналов HD и вплоть до 4K Ultra HD 60P. Для NDI поддержка разрядности, цветового представления, разрешения и количество аудиоканалов практически аналогично. Выходы SDI могут работать автономно либо с привязкой к внешнему опорному сигналу. Для всей системы можно настроить число вложенных в SDI и NDI аудиоканалов 2, 8 или 16. Все каналы можно настроить как кодеры SDI в NDI, как декодеры NDI в SDI, либо разделить их на две равные группы, сделав одну кодерами, а вторую декодерами. Работать они будут одновременно. В прошлом выпуске генеральный директор компании Profit Владимир Ралдугин рассказал о синхрогенераторах, выпускаемых его компанией. Но синхрогенераторы далеко не единственные в широком ассортименте этой фирмы. И важное место в них занимают и устройства перехода на резерв, так называемые резерваторы. Очередной наш сюжет посвящен резерваторам. В прошлом выпуске я говорил о синхрогенераторах, которые мы выпускаем. Но генератор генератора бывает такое, что он выходит из строя. Соответственно, в серьезных телевизионных студиях или в каких-то серьезных системах вещания или связи всегда требуется резервирование. И мы это обеспечиваем. Кроме резерваторов для сигналов SDI и SI, мы выпускаем резерваторы для синхрогенераторов. То есть, допустим, все ГТРК, которые мы в процессе модернизации оснащали генератором 2070, они все построены по такой схеме. То есть, два генератора и резерватор. Вот, в частности, более ранняя разработка такой резерватора у нас синхросигналов PSC4270. То есть, у него имеются ячейки резервированные различных сигналов для 3-левела, для blackburst, для LTC, для аудио, для PPS, для 10 МГц. Причем здесь имеется возможность в этом резерваторе не только резервирование, но еще и, так сказать, усиление и распределение. Ну, по крайней мере, на два выхода. Такое мы уже довольно приличное время выпускаем. И он, по существу, используется на всех ГТРК, во многих студиях, на белорусских каналах, на казахских каналах, ну, еще, может быть, где-то в странах СНГ. То есть, довольно много мы его выпускаем. Переключающим элементом на резерв используется реле. Это определенная защита от разных катаклизмов по выходу резервируемых сигналов. Кроме того, мы уже приступили к выпуску и выпускаем уже, по крайней мере, год, такой универсальный резерватор. Это 2U, а вот это 1U. Резерватор, он универсальный. То есть, тут ячейки, если здесь четко закреплены за каждым сигналом в предыдущем резерваторе ячейки, то здесь они универсальны, но делятся только на балансные и небалансные сигналы. Здесь 9 ячеек резервирования для небалансных сигналов и 4 ячейки для балансных сигналов. То есть, вы можете любой небалансный сигнал, вот из того перечня, который я говорил, или который формируют синхрогенераторы, использовать для небалансных и балансных сигналов. Кроме того, здесь также переключающим элементом используется реле, но иногда возникает вопрос с быстрым резервированием, с быстрым переключением, и тогда сюда можно установить субмодули быстрого переключения. Их можно установить в 5 ячеек. Управление, естественно, веб-интерфейс и GPI. Как в том, так и в другом случае. Резервирование по питанию также 2 фидера, 2 источника, которые в горячем резерве и с возможностью горячей замены этих блоков питания. В модульной системе Profnex мы выпускаем тоже такой облегченный резерватор всего лишь на 4 ячейки для также балансных и небалансных сигналов. Ситуация с проведением различных отраслевых мероприятий остается во многом неопределенной, но жизнь продолжается. Профессионалы хотят узнавать что-то новое и о технологиях, и о новых устройствах и решениях, выпускаемых разными компаниями. И поэтому многие делают акцент на локальных мероприятиях, типа семинаров, мастер-классов и так далее. Компания RIDL давно использует эту модель, информирование своих действующих потенциальных пользователей. И такой семинар состоялся и в ноябре. Он был двудневным, прошел 9 и 11 ноября. 9 и 11 ноября в московском офисе RIDL Communications прошли семинары на тему IP в телепроизводстве, служебная связь, коммутация и продакшн. Программа для каждого из дней была идентична, а двухдневное проведение объясняется стремлением организаторов принять всех желающих, а также необходимостью обеспечить требуемые меры защиты в условиях пандемии. Интерес к семинарам был высок, что подтверждается количеством участников и тем, что они были не только из Москвы, но и из Санкт-Петербурга, Сочи и других городов страны. В программу семинаров входила информация об оборудовании RIDL для работы с IP потоками стандартов SC-2110 и JPEG-2000. Это такие устройства, как MION-A и MION-B Fusion 3E6, шасси Virtu32, а также новинка в линейке Mediornet Micron N UHD. Отдельно внимания было уделено новой матрице служебной связи Artist 1024 с поддержкой более тысячи абонентов. Следует отметить, что при проведении семинаров внимание уделялось не только рассказу о самой продукции RIDL, организаторы применили более глобальный подход, шире раскрыв возможности и особенности IP-технологий, объяснив их достоинства временительно к рабочим процессам в медиаиндустрии. Это позволило лучше понять и функционал решений RIDL, оценить преимущества, которые сулит их применение на практике. Семинары провели сотрудники московского офиса RIDL Дмитрий Лукьянов и Ирина Кипяткова. Дмитрий рассказал о достоинствах IP-технологий, о применяемых в медиаиндустрии IP-стандартах, а затем подробно остановился на функциях и возможностях IP-решения RIDL, включая Mediornet IP и Artist 1024. Второе выступление Дмитрия было посвящено особенностям интерком-матрицы Artist 1024, ее интеграции с Artist 32, 64 и 128, панелям связи 1200 серии, новым функциям системы беспроводной служебной связи BALERA. Не остались без внимания и такие решения, как MION A и MION B, Fusion 3 и 6. А выступление Ирины Кипятковой было посвящено новому шасси Micron UHD системы Mediornet. После небольшого перерыва речь шла о системах управления HIGH от Broadcast Solutions, а затем о микшерах и серверах повторов от EVS. Актуальность выбранных тем подтверждалась большим количеством вопросов, которые участники семинара задавали как в процессе каждого из выступлений, так и в завершающей части во время сессии вопросов и ответов. Друзья, как и обещал, краткий сюжет с кинофестиваля Камеры Миши, Польша, город Торунь. Видимо, это единственный в своем роде такой кинофестиваль, где все заточено под кинооператоров, а они, которые всегда за кадром на этом фестивале, не на сцене. Пристальное внимание к ним, к их работам. И поскольку фестиваль операторский, значит, в своем роде технический, а потому выставки сопутствуют и, извините, фестивалю сопутствует и выставка, по которой мы тоже пройдемся вкратце. В общем, смотрите сюжет и составляйте свое впечатление об этом замечательном кинофестивале. Это уже 29-й фестиваль с момента его основания. Энергокамеры Миш-2021 проходят в городе Торунь, где родились мать композитора Придриха Шопена Николай Коперник и первый президент постсоциалистической Польши Лех Валенц. Почему Энерго? Это главный спонсор кинофестиваля «Крупнейшая энергетическая компания Польши». Программа фестиваля традиционно богата и номинациями, и фильмами в каждой из номинаций, и гостями, и сопутствующими мероприятиями, в том числе развернутой в фойе главного фестивального центра выставкой. О некоторых из картин номинантов можно будет прочитать в репортаже с фестиваля, который появится в декабрьском номере журнала «Медиавижн». Там же будет и довольно подробный обзор выставки, а пока краткий сюжет о событии, точнее о выставке. Она оказалась скромнее, чем до пандемии, но все же была довольно интересна. Здесь были представлены почти все основные игроки рынка киносъемочного оборудования. А кого не было физически, участвовали виртуально, поддержав фестиваль финансово, и представив рекламные ролики, которые демонстрировались перед каждым кинофильмом. Были и новинки, например, три новых объектива Cook Optics. Также свою оптику представили Arri, Canon, Lights, Вантажфильм, аноморфотные объективы Hawk и Cease. Но, вероятно, самой громкой стала премьера новой цифровой кинокамеры Sony Venice V2. Ее мировой дебют состоялся в понедельник, 16 ноября. Камера, внешне практически неотличимая от предыдущей Venice, оснащена сенсором разрешением 8,6 кей, и по многим характеристикам превосходит свою предшественницу. Подробнее о ней мы расскажем в следующем выпуске «Новости». Неплохо было представлено осветительное оборудование и аксессуары для него. В общем, было на что посмотреть. Ну и, разумеется, очень важная была возможность пообщаться с признанными мастерами киносъемки. Например, с легендарным Эдом Лакманов, который не пропускает ни одного фестиваля Камер Имидж. В общем же, можно уверенно говорить, что праздник кино состоялся, несмотря на все обстоятельства, связанные с пандемией. И все надеются, что в следующем году фестиваль вернется к своему прежнему масштабу как по числу компаний и участниц выставки, так и по количеству посетителей. Blackmagic Design не останавливается в своих разработках, продолжая радовать своих сторонников все новыми и новыми моделями. Буквально на прошлой неделе, 12 ноября, состоялся дебют еще трех таких новинок, в том числе и так долго ожидаемой студийной камеры следующего поколения. 12 ноября компания Blackmagic Design провела премьеру сразу трех своих новинок, студийной камеры следующего поколения Blackmagic Ursa Broadcast G2, видоискателя Blackmagic Studio Viewfinder G2 и трех устройств из семейства микроконвертеров 12G. Новая камера оснащена сенсором 6К кинематографического формата Super 35 мм. Он имеет разрешение 6144х3456 и обладает очень высокой чувствительностью, а также двойным значением ISO с усилением до плюс 36 дБ. Динамический диапазон сенсора не менее 13 стопов. Также новая камера поддерживает форматы H.265 и Blackmagic RAW. В ней применена технология цветопередачи пятого поколения, есть порт расширения USB-C для подключения внешних носителей записи и ряд других функций. Штатная запись может выполняться на карты памяти SDC FAS 2.0, по два слота для каждой из них, а дополнительно на внешний носитель. Объектив устанавливается на Bayonet B4, а по желанию пользователя его можно заменить на PL, EF и другие. Есть также встроенные нейтральные фильтры, в комплект входит плечевое ложе, батарейная площадка V-Lock, верхняя рукоятка и запасной Bayonet EF на случай, если у пользователя нет объективов с Bayonet B4. Количество дополнительных опций для новой камеры довольно велико, так что пользователь может сформировать удобную для него съемочную систему. Чистая цена камеры от производителя – 3995 долларов США. Одной из полезных опций для новой камеры служит новый же видоискатель Blackmagic курса Viewfinder G2, тоже следующего поколения. В его основе 7-дюймовый дисплей яркостью 2000 кандил на квадратный метр. Устанавливается видоискатель с помощью стандартного крепления V-Lock. Крепление обеспечивает и позиционирование видоискателя в широких пределах. Управлять видоискателем можно как через его сенсорный экран, так и с помощью трех отдельных поворотных регуляторов и трех программируемых кнопок. В комплект входят вкладыши с номерами, устанавливаемые в индикатор талии, а также съемный солнцезащитный козырек. Видоискатель подключается к выходу SDI-камеры, питание получает тоже от камеры. Чистая цена видоискателя – 1495 долларов США. Что же касается микроконвертеров, то они предназначены для стыковки оборудования HDMI с профессиональными SDI-системами. Питание эти устройства получают через USB. Модель, преобразующая SDI в HDMI, партимальна для организации мониторинга сигналов SD, HD, 4K и Ultra HD на бытовых и полупрофессиональных HDMI-дисплеях. Устройство, преобразующее HDMI в SDI, подойдет для подключения HDMI-камер к профессиональному SDI-оборудованию. А третья модель – это двунаправленный конвертер, сочетающий функции первых двух. Причем оба преобразования можно выполнять одновременно, поскольку конвертер двухканальный. Чистая цена на новые конвертеры, вне зависимости от модели, – 109 долларов США. На сегодня это все новости. Увы, но сегодня не будет традиционного новостного дайджеста. Извините, ситуация не позволяет в мобильных условиях подготовить этот дайджест, но в следующем выпуске мы наверстаем это упущение. А пока смотрите наши новости, подписывайтесь на них и будьте, конечно же, здоровы. До встречи через неделю.